А чего это такое? Наследственная. А? Наследственная. По-другому все. Наследственная. Наследственная. То есть 20-м бой уже была? Да. Я не знаю, какой орган больше говорит о нации, как уши. В Германии кто был министр дел иностранных? И Ахин. Дальше. Что? Риббентроп. Немецкий германий. Фашистик. Риббентроп. Да. И когда он приехал, от встречи со Сталиным, мы и показали фотографии. Он долго рассматривал, как уши у него. Перелекли на мотокоте или он и так. И сам. Не срочно. Он ничего не смотрел. Ни гроза его. Только уши. И по ушам ответили. Не евреи, но. Одна нация отличается именно этим. Но у них специалисты. Вот учители выступают, есть такой ролик-то. И начинают говорить, что они там делали, у них евреи-то. А ученики слушают. Он вызывает. Так, иди сюда. Начинают мерить миры глазами. Везде замеры. Везде замеры. Вот это нация, которая будет руководить миром. Это показано сегодня. А вот он, допустим, показывает на еврея. Вы поделились писарные. У него как цирк, вот так. Не и так, а вот так. Я вам наставляю, намерил. Какие учащиеся. У нас-то этого нет. Это нацизм называется. Я вот посмотрел у вас это повреждение или как. Что-то там. Бывает так, где-то человек был. Я когда говорю, он меня оторвал немец. А вы что, на войне были? Немец. Я штык защищал, насаживался. А он зарзавел упал. А немец оскочил у меня, вырвал. Давай крутить, а палец там я не вытащил. По-дужески согласился. Вот оно. Главное-то. Вот дверь. Останавливает. Один, смотрите, куда мне есть. Андрей. Игнатий Тихонович. Да. Вот Андрей, он водитель профессионалов. Да. Если вы позволите, мы с утра отгоним в ремонт машину. Андрей на газете счастлив. Видите, мы назначили угольную воду. Нет. Я согласовываюсь. Я не был. После обеда, может, тебя не помню. Уже все у нас настроено дается. Хорошо, после обеда. Я доверяю. Понял. Доверяю. Ответственные вы. Хорошо. Так, вы нас отвезете на второй мостик. Мы не побачили нынче. На второй? На второй. Понял. Ты оттуда как-то привезете, разбрузите и можете сразу выезжать. Даже не после обеда. Если вас не забудут, то долго там не будет. Потому что мы не подняли воду. Воды намного меньше. А вобры, которые мы делали, они подкопали. И потом вода плынула и разнесла. Понял. Понял. Спасибо. Вся наша работа пропала. Работа огромная была сделана. Ну все, не подойти никак. Камни, все. А воду прокопал с той стороны. И все равно вода-то пошла, она разнесла все. Да, да. Так, ну вот нужно мы взять одну резвеблядину в всякий случай. И потом маленькую сетку, которую воду выливали. Там дощечку приезжать или как. Надо или не надо? Потому что мы не без воды. Приведем и сразу распаковываем. Мы как-то придем оттуда. Его отпускаем. Ну а сами тут все. Да, заедете сейчас к нам туда. Открыл ворота. И мы все вверх занесем. И на Неву пойдем. Кредки ключи. А что, так как надо будем добираться? Если мы уедем. Нет, я ставлю машину и мы поехали. Он приедет сюда. На Неве? На Неве. Нет. Но сейчас туда вывезем от нас. Я понял. Машину вставляем. На Неве. Да? Нет. Мы срываем, да. И обратно нас приводим. А, обратно приводим? Обратно. А, все понял, понял. Тогда все. Обратно. И тогда вы уже хозяин с ним машину. Хорошо. Все. 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 Я думаю, это все еще. Что у вас сейчас самое любимое в жизни? Вот так вы когда касаетесь этого, и вы чувствуете свою энергию, но вы себя в целу знаете. Что вас больше всего привлекает? Искусство. Не слышишь? Ну, просто. Искусство. А? Искусство. 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 А что под этим потом забываете? Рисование. Краска идет. Рисовать. Например. Ну, ты мелок там и все. А ну, как? Пошел в галерею, посмотрел. Рисовать не будешь. Нет. Нет. Смотреть нравится. Нет. Нет. Как бы любой, ни одной гранюры не сделать. Он любит, говорит, рисовать сам. Ну, рисовать не будешь. А что из этого? Что ты будешь рисовать конкретно? Когда он пришел, голая баба. Зачем? Ну, кудрожите, всегда голая баба учится. Окончилось с чем-то изменой женею. В Германии сейчас официально разрешили проституцию. Хлынули оттуда. Зафиксировано 14 тысяч проституток. Обеспечение народа. Уютер специально этот строй был. Офицером, солдатом, полгом. И искусство. Под искусство вот это больше всего идет. Искусство. А вот искусство? В чем-то. Самое большое искусство было в Израиле. Я выражался, но не в картинах. А в Германии Соломона. Серьезно, все по сегодняшней дне до конца не восстановили, что там было. Услышала царица Савская. То есть, какой день она приехала посмотреть и задать вопросы. Вот что. Все должно заканчиваться тем, что ведет к прославлению Бога. Какое на ваше искусство? Назовите, покажите хоть одну картину или что-то. Ну, по сегодняшний день что-то выдавали, которые тронут сердце человека. Ну, и не будет никогда. Вот он искусство. Такие люди прошли. С маляном не стояли. Где? Терпоковская галерея. За Убергом. Абсолютно много летали во Франции. Я той картинке нам не создал сегодняшний галерейный. Я обещал с Александром Медленным. Слышал о таком? Не знаю. Кто знает, что Александр Медленд, кто был? Поделите руку. Слышал. Слышал. Вот тёплый искусство. А это наш современник. Чистопородный еврей. Православный священник. Человек с феноменальным без знаний. Он работает с оригиналами на еврейском языке. Я беседую с ним. Я говорю, вот переводил Гарасий Петрович Памский. Вольсен Данил Абрамович. Вы могли бы так переводить? Он еврей. Вот работает с оригиналами. И таких больше священников у нас нету. Мы беседуемся. Можете вы так? Он вот так вот сидел, он так даже отшатнулся. От меня я запомнил. А я записывал. Я не знаю. И больше нет переводчиков таких. А мы должны только выше. А если выше ничего нету, а зачем? Зачем? Женщина заберите меня. Какой лучший вариант? Когда она рождает. А когда рука какая? Ребенка рвут там по частям внутри. Много страданий, много крови, ничего нету. Понятно? А что? Ничего. Обрывки она не возьмет. А женщина, которая там, скажем, мусульманской, виттуарная дела. Смотри, сколько вы ее. У русских в среднем на одну семью приходится 1,8 ребенка. Даже расстановления нет. У мусульманных 8,1. Что дальше будет? Андрей Кураев говорил. Не московский патриархат, а московский халифат. Лет через 50. Ему сказали много, а не дал? Через 20 лет это уже будет. Православие полностью будет святено. Я хочу идти, сказал мусульман. Когда у нас была поездка, в доме мулы останавливались. В доме мулы. И как бы там молились. Ходили в мечеть. Это надо видеть. Просто знать людей. А как ты можешь писать об этом? У меня 18-й том посвящен именно мусульманам. Они видят зелень. В них зеленая, в них зеленая, в них зеленая. Это корочная. И время любят золото. 23-й том у меня серебряный, как золото. И 3 тома посвящен только им. А может кто-то сказать? На сегодняшний день никто не скажет. То, что я им скажу. Это не превозношение в себя. Дело в том, что за кучей темы массовки, я переломпатил. За 14 лет все дореволюционное, все конспектировал. Все современное советское. И поехал в Америку, в Америке. Все, что было видно. То есть, мои знания в этом вопросе не имеют равнии. Мы понимаем, что я мало счастья получал. Сказали, вот масонский дом, где у них все собирается. Я врастной эти машины. Я подбегал за подоконник. Заринул еще там где-то. Ну, там где-то там свои дела делаем. Мы должны себя оценить. Какая ценность? В духовном плане проповеди в стихах. Вот он мне пишет. Это рождение свыше. И с кем я сегодня говорил? С кем я сегодня говорил, что если у него проповеди в стихах с вами? Это нечего. Ты уже скажи другому, так же. Друзья твоя. Друзья, ты ваше. Друзья, друзья, двумя вборили. Что-то ваше? Да. Ты уже там не закрой, тогда же. Вот пиши там, Николай. Вот пиши, да? Не трогай. Не трогай. Не трогай твою. Спасибо. А вот так. Два из-за пищи. Так. Друзья, вы делаете, что хотите. Это не мешает. Конечно. Ну, из-за уже не те, что мы ее поставили. Спасибо. Какая запища. Ну, она не с себя. Вот, я здесь. Как мы должны. Чтобы она стояла дальше. Мы должны вернуть. Вот человек, который в искусстве может, если вы, идите сюда, а это ему не надо, видишь, опять Подводи сюда, подержи в руках Таук первый, это один стихий Каждое стихотворение, когда кое-где посмотрю, сейчас покажу даже Напротив его, место Библии откуда взято Примерно около ста стихотворений, положенные на музыку поют люди 880 страниц Том первый, держи Том второй Первое Каждое стихотворение, 9 купецов, 36 строчек и пригры из Библии Никогда в мировой практике этого не было Тво, поди в стихах Третье Тоже самый автор В каждой где-то 80, сколько причем Сами у тебя смотри, что здесь, сколько стихов здесь? Ну, в общем, 3467 Когда стихи писались, ни одной помарки не было Вот, то есть, берет листок и вот так скажет 9 куплетов Во время моления, молимся, ставим в храме дома Я ничего, я молюсь И вдруг я вижу, плывет строка Ее нету, никто не видит, она там, под этой оболочкой А у меня в бумаге лежит карандаш Я сразу записываю Святая Русь, когда была святая Строчки А 9 куплетов по 4 строчки 9 и 4, сколько? 36 36 Остается 5 35 Теперь мне глаза завязывай 35 строчек, одна в одну выйдут Черновики лежат Ни одной помарки нигде нету То есть, сразу в холод С чистого листа Третий дом А много лет? По знакам я запустил Сколько знаков? Буква-то знак Это за 9 лет За 9 лет больше, чем Пушкин за всю жизнь Лермонда, Некрасов, Александр Блок Так здесь больше А они за всю жизнь только написали Как это может быть? Ни на один вопрос я ответить не могу В том, как она опорная Посмотрите Первым делом Эти книги сразу попались в три библиотеки в Москве Центральная называлась имя Невея, она сейчас Центральная библиотека Российской Федерации Вторая Историческая Третья И депутов, корпус депутатов Наши люди Пошли Им бумагу выдали А потом Здесь Алтайский Я вызвал Центральная библиотека Алтайского края Это четыре отдали Теперь Четвертый том Как это может быть? И когда я в литературном институте читал А там занятия были Лев Ашанин поэт Ну, по одному стихотворению Занятия идут, учат И я к ним ворвался туда Одно стихотворение Прочитайте Я прочитал, за ругой было Цыганский табор покидал Табул Все так решали Еще есть Я говорю, есть Второе, третье, четвертое Он говорит У нас впечатление такое Ворвался ветер Все шторки Все разметал И в другой воздух пошел Это говорит Поэт признанный Вот Четыре книги Посмотри И Что можно сказать Господь А я не говорю Нет Здесь отображено Как надо жить Для Бога Чтобы Ты стал в пути Смотря на ваше искусство Человек не станет верующим Так Я это наложу пока А потом завяжу Понятно? Скажи А это входит в искусство? Нет? Ну Мне лично по ней не нравится Нет Нет Вот он Картину Посмотрит Вот он сейчас накочахнет И то что чахнут Он не нарисовать никогда это А он кадров этих тысячи дает Сегодня говорят о рисовании Это уже Ну кто-то не знает что оно Когда не было фотоаппарата Поэтому Пушкин базировал Сидел А сегодня то Он со всех сурок Даной волосинки Правильно Неправильно А фотография Правильная Так Поставлю По плодам их Вы знаете Вот все искусства Вот искусство Смотрите Вот Новый Завет Это третье издание у нас Никогда Номеровой истории Не издавались откровения Блажина Крепила Посланники Веем Заканчивают Здесь же 434 страницы Посвященные поколительству И все святые отцы актуальны Геннадий Паст Он у меня был Я ухожу на работу А у меня с академгородка Там всюду люди Приезжают Такие звания У меня нет никаких званий Ни образования Ни религиозного Ни гуманитарного Ни гуманитарного Ну я говорю Ты будешь заниматься этим Отец Геннадий Говорит А вам кто дает задание Вопрос какой А отец Геннадий Паст Немец Немец И он не просто так А вот другая вера Совершенна Он никакого отношения Православия не имеет Преподаватель В Коминском университете Физик Математик Большие надежды Подает Я в это время Ему Откровением Займитесь У него кажется Три года ушло Наверное Вот то что здесь есть В третьем доме Самое лучшее Из всех святых отцов Собранное Ну и с его знаниями Естественно Вот как делается Вот Вот искусство Людей возводить на небо С преступником Говорить и менять Я хотел сказать Вот Уехал Подвигать Юрий Был По всей вероятности 99% На то что запрещу Брать с собой сына Никакого нет Он только мешает Он Не подчиняется Утром не ставят на молитву А зачем он нужен? Кормить поросенков Мне это не надо Вот Что Такая пища там есть А что такое молоко Или мед Это каждый чтоб сам покупал Потому что У нас ничего нету У меня минимальная пенсия Вот кончится Я приеду Я четыре месяца А Володя здесь шесть Я сразу делю пополам Ему и мне По совести Так поделись тем что имеешь Кому-то подали такие книги Даже нужды никакой нету А ведь мы их разослали везде Вот Смотрят Показывает Библиотека Владимира Владимировича Путина И стоят мои книги Андрею Скачеву передали Долго не могли передать Ну Благодаря брату Николаю Вот он снимает Это передали И он дает интервью 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 показывает У него библиотека Наконец Вот это трехтомник Для Слову Божию не туз И Кристот Православия Замер И на этом конец И проходит несколько дней Он говорит много Ну А тут выходит Прямо с Библии в руках Ну все говорят Это он от вас взял Не знаю Я от него это не слышал Но Библии в руках Этого нет Когда давали Уколы Разные Он вышел из Из алтаря В противогазе Видите наверное Вот на днях Да не на дне окружая Недели две На него напали Со всех сторон Он когда первый раз Появился А он Полковник Как мне сказали В Украине было Когда гей парады пошли Он восстал А это было Перед самой Майданом Уже наступал Ему угроза была И он бежал Его тут приняли Бежал с семьей И вот он Здесь Уже Как только появился Я один раз послушал Я друзьям сказал Рано или поздно Он кинется на меня Потому что Не сходится так Ну Ставлю сильно Людей просить Книги передали Он меня не тронул ни разу Потому что Отвечать я Никогда не буду Никогда А вы знаете Кто Андрей Кураев Вот тебе искусство А Белоса кто? Я не запоминаю его Так зачем тебе В голову Уйти с чем-то Когда Современность от тебя Сокрыта Какую рыбу Можно было есть По левитам Христианам Тишина Животные Какие Можно было Кушать А остальные Нечистые считаются Понимаешь Не бей Ничего не знаешь Я думаю То есть Избрал то На чем проверять не надо То есть ничего нету Пустота Вот это вот здание Вон Посмотри к нему Видишь Крыша Вон На той стороне Голубят номер один Пустота крыши 9 метров 60 сантиметров Я люблю голубей Друзья Помоги вас Ставить И ни один Хорек Не залезет Потому что Стоит на большой Железной плите Они поднимаются И головой Вон они Голуби Летают А вас это не интересует А я Каждый день лажу Голубям Мне вторая Голубя Дети Пожелали Даже Даже Лать Голубей смотреть Да Вот он сегодня был рядом У меня Я все время Только минутку Опять Плюхнулся Все стоят Ты разве больной Служба идет Евангелие считают Сидит Как старуха Старая Чего сидишь-то Я его трону Взял Только голову Уже сидит Ну и как обычно Ничего не меняется Все У него меньше Ковыряются Я не отказываю Близко к этому Потому что Я ему не вложил И место это ему Ничего не дает А сколько Время это отнимает А эти двое Это выходить из храма Как он заверещал Ты не думаешь Что они не могут Тогда мать посадит А стол высокий И он сидит Ногами мотает Мать его только успокоила Маленько Спинка устала Вот через спину Головой вот туда головой Мать опять его подправляет Да что это такое Кто же так ведет себя Он не больной Он одержим Идет литургия Маленький ребенок Когда выходили А что он заверещал Ты кричал Все Ну то что его Опять от меня Оторвали Оторвали Когда пуповину резали Понятно А теперь пуповину Туда не прошивали Подальше отойти Ему ничего нельзя А то он лег на стол Скажи что делать нельзя Иначе высажу оттуда Ну вот говорят А вы бы взяли с ними Где-то отдельно В лагере такие Как правило И никак Почему Ивенальная инститция За горло возьмет Какой он не будь Не трожь А он по другому не понимает Вот первый день Я их когда тронул Они сразу сдвинулись Уже другие А потом обратно Я уже больше пальцем Не прикасаюсь А она из матери Они веревки ведут Я их не жалею Вас жалею А от этого помощи Никакой нет А этот вообще Я столько раз говорю Успевай Вот Три тома И везде смотри Вот я стою с голубями В каждой Смотри сколько цветных фотографий Идет и идет А в четвертой Ну никак Иди за Смотри Первое Русский флаг Красное Рождаемся в крови Второе Мы должны думать о нем Это РИО Новости Русское Российское информационное агентство Вот Фотографию сделает Я бля Босяком Жезлов Иду на проповедь Так А вот это теперь Раз Я думаю о небе Зеленого цвета Я стою с голубями Вы такой фотографии Никогда не сделаете У вас нет ее Вы искусство знаете А я голубей люблю Теперь Теперь нужно белое Белое Двадцатая глава Одиннадцать из сих Откровений Написано И увидел я Великий белый престол И сидящего на нем От лица которого Бежали небо и земля Понимаете сколько смысл У нас и небо и земля И осталось одно небо А фотографии нету А тут Вот о нашей газете Пригнали ее Сразу Сразу Нашелся человек Достал хорошую Видимо С телефона Фотография хорошая И она Везде Меня в разных позициях Книги мои Лежат на столах Она Все это делала Но Вот видишь Это первое издание было Геставатары Она такая была Там мы ее раскрасили Черно-белое Ну конечно А там У нас это не так Четко и ясно Она снимает Больше Шеста фотографий сделала Я посмотрел Где она не подходит А потом Я прохожу Мимо Машины На ней мы проехали В Владивосток Где находится В Восток В Восток А где порт находка В Восток В Восток В Восток Живете Хлеб переводит Темновоз Это страна наша Тихий океан Поберечье Дальше Япония идет Вот теперь все искусство Болтовня одна А с той стороны у нас Какие государства гранищат с нами Ну где Украина А потом Дальше За Украиной Какие государства по границе идут Ну надуваться не надо А Европу Если все пройдешь Там Атлантический океан Какое государство упирается в него Все В таком возрасте Так вы мозгами своими пренебрягли Вы же не считаете себя дураком Наполовину идиотом Нормальный парень Книжки научился считать Прочитай что написано Покайтесь Ибо приблизилось Старство Небесное Покайтесь Ибо приблизилось Старство Небесное Дальше Ну дальше Вот МФ Что это МФ Вот это Не знаю Митрофан Да Или муфляж Евангелие от Мафея И в первом цифре Что означает Глава 2 стих Вот тебе искусство Чтобы сделать Черным По желтому Это великий талант Он избрал свет Самые броски в глаза Я говорил Найдите особое качество Каждой вот Выдержки По которым видно Там еще Справа маленький Что там внизу В углу В самом низу Каждый дом для Христа О Вот Работает как А на обратной стороне Нам его только приклеили Посмотрите сколько Больше вы нигде не найдете А это Жилое помещение И вот она меня увидела Это Надежда Александровна Я говорю Это машина Прошла до Прибалтики И дошла до последнего государства Португалия Лиссабон Атлантический океан И она в это время Щелкнула И всех фотографий Самая оказалась лучшая И она вошла сюда Заметь как Кругление корешка Какие капталы Лассе дают Хочу своей биографии сказать Мне сильно Всегда помогали женщины Притом Они не знали Что они так помогают Книги старые Надо ремонтировать И одна женщина знает Кто может делать это Я ей отдаю книги Я ей плащу Она говорит А почему бы самому не сделал Да а как Такие с книжки Это как переплетное дело делать Как реставрацию Она мне дала Я сразу же с типографией познакомился У меня теперь лидерин есть Бумага Еще вот этот каптал делается А леса эта Закладка Она меня Тронула Она хорошая женщина Работала проводником И однажды она выходит А ее сразу подбила ручки В органы Ты зачем это говорила Она говорит А что я говорила Ну чтобы Гитлер захватил Москву Я бы за офицера немецкая вышла замуж А она девственница Она умерла девственницей Да откуда взяли А подруга Которая с ней Свою решила убрать Она на них наклепала и все Это Ксения Степановна Из меня сделала переплетчика Так Брату Владимиру Кто там есть Скажите Пусть Книгу мою Принесет Куда он записывает Мой переплет у него Сейчас посмотришь Переплетать это не просто так Ко мне приходили баптисты Православные Старобрядцы У Старобрядцев есть такие книги Я только одну книгу Мишки привезти могу И надо ее направить Некоторых листов нету Я эти листы теперь Вот оно Ну Это вот я сейчас Обыкновенная тетрадь Конечно столько лет прошло Видишь как выгравирована Это мне помогли сделать В горящем виде я наставляю Вот это вот лидерин А это специальная бумага переплетная Теперь Обыкновенно это он записывает Вот посмотри 500 Кажется 6 что ли страниц Ну В клеточку Вот она обыкновенная И открывается Смотри Не просто так А до самого окна Почему пришита на шнурах Самый прочный способ Старинный Притом Толщина неограничена Вам видно? Вот смотрите Ну Мне покупали тысячами сразу Тетрадь Вот она как Вот она как Открывается Это дядя Володя Взял Дневник Вот как И вот это одно только сляпа Теперь надо обрезать У меня нож такой есть С одной стороны только Заточено А с другой Но ровно нужно идти Тут много делов Я переплел около трех тысяч томов Томов С организации государственных приезжает Ну там Похоронное бюро У них документов много Они на автобусе привозят мешками Я их переплетаю У них стоят Они говорят Вы нам сделали Как в труды Ленина стоят С корочками Коптальщик Все Конечно за деньги За деньги Секретарь проходит Это я вам из своей биографии говорил И говорят Сделайте вторую дверь к начальнику А почему По телефону материться Все время я слушаю и сижу Ну а я старший в охране Я взял рулетку Пришел и обмериваю Он А что делаете Я говорю Вторую дверь ставлю От вашей милости Вы материтесь А она слушает Он и не мил буквально От такой наглости А он Как я взял Иван Пантелеевич Я говорю А секретарь сказал сделать Я сделаю Он говорит Заругался Он заругался Я говорю Я буду жаловаться на вас Ну и высшую организацию Сказал коммунистам Так ведет К обеду приехал Парторг оттуда Вызвали меня И вот так Такое было да Иван Пантелеевич Если у вас никак Вы У вас сад есть Идите и там Говорите Я говорю Да как ты называешь То и вырастет Надежда И все А теперь вам то на меня А мне это не надо Я теперь думаю Как ему угодить Какая у него обувь смотрю А обувь требует ремонта А у меня на работе все есть Я тогда беру валенки Которых я Ну я сторож На улице бывает Я принес И говорю Иван Пантелеевич Я валенки принес И что Ботинки снимай Я их отремонтирую Он как Глухонемой Будто я дважды Сказал забрал Отремонтировал Он как друг взялся Ты должен многое знать Вот эти вот которые Форзации Это Ну это тетради А там бывает так На бланке Бланк Предприятия А у меня Давно заброшено Бумага есть Я попросил Они мне ее отдали Им я что-то сделал И ты в авторитете У всех будешь Вот один подходит У нас в склады Кладущики Подходит А мне Вот деньги надо Вы дайте мне взаймы А почему ты Не спрашиваешь Они больше меня получают Я ходил Они сказали денег нет А она заходит одна Эта Раиса какая-то Я говорю А сколько вам нужно Я говорю Вот и все Если нету Она сейчас достанет И положит А ты спрашиваешь Да и не правду говоришь Они говорят нету И они солдали тебе Деньги Ты понял что они у них есть Это я вам говорю Оживи Чтобы все знали что это нужно Советская власть не терпела веры И мне это единственный Детский лагерь пришлось образовать Лагерь В советское время Устав православный Начинается богослужением В церковь ходят Некрещенные дети Крещение принимают С родителей Когда приезжают сюда Отдельно Они должны построить Вот здесь они Где ночевать Где быть Сколько человек Кто смотреть будет Что с больными Какой отдых будет Чем питаться Это я все на себя беру И все это бесплатно Представляешь Какое искусство Надо было А потом В девяносто восьмом году Советская власть На нас ощерила Пасть Вот так вот Пятнадцать Крайных колещей Мы не сказали Двери открывать И всякие Разные клипеты Газеты Все за них Печатают Наконец-то Лапкина Приклопнули Как будто тараканы Какого-то Когда я вернусь в город Я разрешу эту Московский комсомолист на Алтае МК на Алтае Погоднейшая газета Кто писал статьи Ну я узнал Самульсов Александр Это самый такой Талантливый Я стал требовать Сатисфакции Что я стал требовать? Сатисфакции Сатисфакции А что это такое? Не узнали Требование удовлетворения Во моей обиде Они меня опозорили Деловую репутацию подрывали Лично достоинство принижали А он стал избегать Я говорю Я молись буду Богу Пошел Через два дня Я его находит в зарезанном саду Никакого отношения я не имею Второй который там был С работу увольняют А у меня близкий Прокурор Крайл Генерал-лейтенант Он говорит В такой раз Что это такое? Они не знают Мы молимся Богу И Бог расчистил дорогу Другие люди И печатать меня опять стали в газетах Везде Я руки не наружил ни на кого А я люблю то Вот что ты любишь? Голубей не любишь Искусство не любишь Знание не любишь Языки не знаешь Я самостоятельно Я самостоятельно Английский язык выучил в Америке После ездил За четыре месяца Немецкий это первый В школе языка не было Хочешь слышать Как по-немецки считают? Главный стих в Библии Зогат Год вибирт Да сэссанен ангиборнен зонга Паута салидинен глобан Нихтвергорн вернен зондерн Да сэвега лебен габан Ибо так Бог возлюбил мир Что отдал сына своего единородного И когда с ними говоришь Вот язык Самый такой начальственный Это немецкий А самый такой Культурный сказать Это можно сказать Японский, эстонский Вот он умешает ему Летят вместе Я хотел сказать тебе Будь добр Маленько Потише сделай Разговаривай По-немецки не так Гальтемауль Заткнись Все кончилось И все понятно Гальтемауль Больше еще нету И вот немцы Когда приезжают Русские уехали Вы знаете немецкий язык? Да знаю И переводите Раз живут в Германии Я знаю Одно предложение переведите Коршун поймал суслика А ястреб отобрал Коршун? А как? Я говорю Абихт А ястреб Гальтемауль А как же ты Знаешь немецкий язык? Он на уровне не знает Подай отнеси Ты должен все знать Я самостоятельно Потратил на него 6 месяцев И у них проповедовал На немецком языке Как считает Гопдойч Литературный немецкий язык Почему? Бог награждал У меня нет ни талантов Ни в школе Нигде Терпение и труд Что? Все перетруют Все перетруют И так не обманывай себя У тебя главного нету Люби к Богу Не знаешь А сонны Библия говорит И так Бегите На листалище Многие бегут на стадионе Но награду получает один И так бегите Чтоб получить Чем ты можешь показать Где душа через тебя обратилась Вот твоя братва Вот они сидят И сколько мог сделать за это время Я не касаюсь Потому что я коснулся немного Но и беру Что изменения уже есть Небольшие А на будущее Вы конечно можете не приедете Но Шатко такое Покажите что мы вам нужны Так Позвратите Так мы сейчас будем Обедать Так это все я уже отдал За вашу любовь За ваши расчеты За все Вот сейчас Если мы это издадим Спрашивают Какая цена будет Семнадцать с половиной Семь томов По тысячу триста страниц Формат немного больше Будет Проповедь Одни проповеди Мои Которые Сколько труда врачи положили Как охотно Как искать Это же по всей Библии ведет На какой-то псалом Сколько проповедей там Двадцать четыре На один псалом На сто третий псалом Когда в университете Я одновременно Занятия не имея образования В пяти университетах Я одновременно В тринадцати школах В пяти отделах Мелесли Городском и Краевом УВД Во всех воинских частях И три радиопрограммы И телевидение еженедельно И все это бесплатно Ни копейки Нигде Почему я делаю это По обнушению Божьему От присапа Я вечером К дому подхожу Два человека стоят Остановились Два полковника Один там Танковый частей Другой кажется Аблиционный Ну вот тут решили Запронтовать самолет Чтобы из воинских частей В одну и другую Маскредвозить Они снимают Кинотеатр Самый большой В воинской части Я перед ними наступаю Это Бог делает Вот Слава имеет Такое свойство Чем ты больше за ней гонишься Тем быстрее Она от тебя убегает Если ты от нее убежишь Она за тобой гонится Слышал? Вот тебе зеркало Я хочу Раскачать тебя Вот смотри Вот такого Чтобы стихий Не служили проповеди Нигде больше не было Никогда Тем более Напротив каждой строчки Вот так вот Сколько раз надо открыть Библию Книга Глава стих Книга Глава стих И спрашивает Вы как Под них подгоняли? Нет Сначала А потом Это А не дамы Такого не было никогда Но я об этом не думал Я теперь знаю И теперь только я узнал свойства От этой книги Я не знал этого Если у тебя есть какое-то горе У тебя тебе говорят Что ж я наделал? 21 год И живу как трутень какой Да никому я не нужен Тебя Начинай это считать У тебя все уйдет Но каждое стихотворение Два-три раза шел Ты проник в него А где вы узнали это? Когда я был у митрополита Книги только я подарил ему Я хочу дальше ему сказать Я говорю Владыка Нахожусь у главного банкира Алтайского края Подарил книги Я посидел маленько Владимир Перемонович Я хотел Да подожди ты Тут я нашел как раз Про нашу кассу написанную То есть Я конкретно не указываю что он Но он себя увидел Вот в этих книгах В этих строках Ты найдешь себя Приобретай Вот реклама Да Да это стоит 8800 Здесь полный комплект Так Все Надо бы сейчас А потом убрать Садимся за стол Так Николай попрошу вас Сколько у меня на столе Ну нет Я обращаюсь в корпус депутатов Я больше не был Ну Дал там заявление Проходит какой-то линии Машина приходит Не даваешь Я говорю Я говорю Что вы Обсян попросили Ну и что Вот привезли А кто повелел вам Депутат военный От военческой части Вакарова Я говорю И сколько здесь Четыре с половиной тонны Четыре тысячи пятьсот килограмм Ты понял? Не духовно только Вот я выступаю Объявление дали такое широкое Там переводчики сидят Как моё выступление В переводе Корейцы Китайцы Я сказал Будущая русская нация Во свете Библии Жан Дангвей Недалеко от Вилка Подходит Один и говорит А я вам чех хочу Выписать Я говорю А что это? Он никогда не видал Доллары А что это? Я никогда Доллары не видал А вы мне Выписывают сразу Столько Ну правда Канадские где-то Вот вы в любой Кассе у себя получите Вот Никакого понятия не было И он именно Выписывает Тысячи долларов И при том Это неоднократно Вот я к нему пришёл Он знакомый Аксёнов Павел В краеводные стации И там По отделу кадров Я подошёл И там Павел Я говорю У нас Нет такого Детского одеяла Нету Холодно бывает Прикрыться надо А ещё что надо? Я говорю Муки нету А рядом стоит Человек Подприсавь себя О чём я говорю А он сразу Слушай Ты помирать думаешь? А там Лор кажется Иван Иванович А что такое? Вот человек стоит Войди в коридор Он тебе скажет Что ему надо Он такой Грубоватый мужик Он вышел А кто вы будете В начале детского лагеря Такой-то Такой-то А что вам нужно Луки А сколько Я назвал Машину подводят Машину Это нам Сколько лет Мы пользовались Дальше Одеяло Одеяло Говорит На счёт материала нет Одна знакомая хорошая Они с ней объединились Валентина Николаевна И Вот эти вот Которые одеваетесь Такое Синего цвета Это 70 одеял Каждый сразу сделали Вот говорит Надо иметь Не иметь 100 рублей А иметь 100 друзей А тогда был Хрущёв главный А Зять У него Отжубей Главный редактор Газеты Известия Кажется Тогда Тогда пословость Обала Не иметь 100 рублей А иметь Тестя Как отжубей А тесть Глава страны И вот я когда Перечисляю Приехали Мне нужно было Евангелие раздавать Я дал объявление Нам нужны Евангелия А у нас нет Мы готовимся В поездке За границу Это уже нашлась одна Третьякова Игоря Может кто-то знает А вот Любовь Николаевна А её дочка Юлия За ним Она такая активная Тоже с красным дипломом Медицинской Закончила И она говорит Есть такой человек Ну какой веры Не знаю Кукушкин Город Иркутск Игорь Ну Зали адрес Магодельная Туда И может слышали Я рассказывал про это Мы первый раз С ним видимся Он говорит Сколько надо Я говорю Ну что Сколько надо Так же не спрашивается Это же не Кирпичи Возить Ну я говорю Ну несколько Вот коробок В коробках И мы с ним идём А первый этаж У него На половину Земле А вторая половина Выше Мы поднялись повыше И стали спускаться Он остановился Вот так вот Это А вы знаете Девятым Девятым беременная И у нас сохранилась Эта запись Эта И мы трое были Мы сидим за столом А он крестится Представь И нам прислуживают И нам прислуживают Как тогда было Спутник летит А ты спишь Ты не увидишь А я каждую ночь На улице Меня Господь Пробуждает Я только лёг Глаза открываются Глаза не открываются Я занят так Но тоже Не вижу Я должен пойти в темноту Потихоньку Потихоньку Глаза приоткрываю Глаза сильно болят И сразу на улице Ковыряю Темнота Звёзды смотрю Молюсь А после этого вижу Спутник летит Ну и после этого Захожу домой И что поклонные молитвы И какая нужда была Я обычно В храме Я имею право Проповедовать Имею право В алтарь ходить Но меня в алтаре Редко кто видит Только уж крайне нужда Когда батюшка Заказывает Что-то взять И переслать ему Я чте с рукоположенной И имею право А я туда не лезу Это не моя область Но сегодня я Пришёл пораньше И батюшка здесь Я Ему Говорит Подойди Вот такая нужда Там Оккупирует нас Он что говорил Я не слышал Но догадался Что об этом говорит И он вышел А на улице Это уже я сказал И что? Что? Как я думаю Боря Божия А Боря Божия Какая? Чтобы не допустить их на нас Это определённо И поэтому я на улице Воспользовался вами Поднятие рук К Богу Вот мы сейчас едем А вы как думаете Рыба будет? Нет? Я не гадаю Как ему угодно Но если рыба будет Я сказал Как запечатать Куда отделить Больших от малых В прошлом году Было если большие Я сижу там стол Над ними Специальный костюм Повис И всё специальное Я чищу Никому не дам Мне кажется Другие Чистят Не так Дольше время уходит Мы сейчас поедем Нигде Ничего не снимать А почему? Мы сняли один раз Как Жадные люди Голодные И они сразу Роспотребнадзор Они Они Говорят Что мы создали Рыбу Завезли Я её беру Она моя А мы Завозили Показали Как мы выпускаем Ну Люди Не понимают Они Приехали сюда У них На плане Два Пруда А у нас Пять И они попали на тот Который На плане Там 10 см воды Лягушки Больше там Ничего нету Они на другой А там вообще Сухо Ничего нету Но Меня люди предупредили От вас Не отстанут Поэтому Ставить не надо Они голодные Как волки И видят Что у нас А урожай такой Мы захватили Сразу Центра полтора Вытащили А там ещё не было Ну Сегодня Мне надо Сейчас взять Из вас Шесть крепких Человек Кто знает За себя Крепки В воду Надо будет Залазить Ты можешь взять Тапочки В них Идти Идва Именно Когда Вот так Будут идти Так Наклонять Чтобы Подрезала Рыбу Сразу Вот Она Рыбу Мимо Сойдёт Ну Сколько Я говорю Вот так Вот Тянет Одесса А здесь Прицеплена На берегу Кобурлак Тянет За верёвку Вот Сеть Такая Искусственная Но Она Много Вода Мы Сейчас Туда Поведем Прочим Помолиться Рыба Нам нужна Можно Добыть Рыбу На этом Ну Не сильно Торгуйся Поговорил С этим Человеком Кто-то Поговорил Откуда они Там Из Узбеки А сколько Нужно Четыре Мешка Мешки Большие Такие Вот Он Ко мне Приехал Благодарить Я говорю Вы имеете ввиду Следующее Национальная Идея В русских Тоже есть Если вы будете Что-то не так То Вина будет Вас не тут Но вы знаете В этом доме Вы найдёте прибежище А Они Которые будут Не русских Бить Они только через мой труд Переступят Мы Так Познакомились Он Ко мне Приезжал Как Перед Богом Это всё Я не раз Видел Когда Несправедливость Самая большая Несправедливость На земле Везде Против Уток Стреляют Уток Ни в чем Не виновны А её стрелять Только на воде Грач Летает Где угодно Тысячи Миллионы Никто Их не стреляет Разве это справедливо О справедливости Уткам Я с ними разговариваю Когда я плать Утки Улетайте Скорее Все охотники На вас С первого сентября Пойдут Интересно Спросил Искусствоведа Понравится ему это нет Пошли Спасибо